Всем привет! Сегодня у нас сравнение кобальтовый магнит на динамиках для S90, снятый с 35S1, либо ферритовый плоский. Кобальтовый магнит это редкость, они выпускались до 80 какого-то первого года. В колонках 35S1, в колонках может быть 35S201, короче, они редкие, хотя найти их можно, но стоят они дороже. Снято с 35S1 у меня в данном случае, вот кобальтовый магнит такой высокий, да? Это ферритовый магнит, который пошел уже с 1981 года и до самого конца. Это обычная динамика, и это тоже обычная динамика S90, между ними разница даже, я думаю, вообще никакой нету, и подвесы у них одинаковые. Разница только в магнитах. И считается, что раньше было лучше, что кобальт звучит якобы на басах лучше, чем феррит, обычный ферритовый, так сказать, широко распространенный обычный динамик S90, либо кобальтовый. Выводы я расскажу либо в конце этого видео, если они будут короткие, или если они будут длинные, то сделаю отдельное видео, следующее. Ну и за компанией сюда еще динамик амфетон, вот у нас будут S90, обычные в них будут вставлять эти динамики. Динамик амфетон на ППЛ-подвесе тоже, хотя он здесь, в общем-то, ни к чему, но тем не менее. Кобальтовый магнит выпускались в 80-е годы, точнее в 60-е, 70-е, до начала 80-х, когда, не потому что они были лучше, скорее всего, потому что это было просто выгоднее. Потом цена на сырье, ну или там сырье, или какие-то из чего там его делают, короче, резко он подорожал, стал очень недоступным, и производители перешли на ферритовый, причем по всему миру. Не только в СССР, вообще во всем мире, 70-я эпоха кобальтовых басовиков, а дальше уже 80-е, 90-е наше время, это все ферритовые магниты, либо там, ну какие-то, может, неодимовые бывают. Ну так вот, приступаем, короче, к сравнению. Кстати, есть такая история, как визуально определить, ну, кобальтовый магнит или ферритовый стоит в 35С1, потому что иногда бывает, что их продают с ферритовым, а кобальтовые продают отдельно подороже. Я слышал в интернете, что тут есть вот эти вот штучки, да, и одна из них должна быть неглубокая. То есть, тут у нас целиком, вместе со шляпкой заходит вин, да, здесь тоже, здесь тоже, а здесь должна быть как бы на поверхности, то есть она торчать. И таким образом можно, типа, четко отличить ферритовый, ну, в смысле, кобальтовый драгоценный магнит от динамика, типа, такого обычного. На самом деле нет у меня, вот, получается, либо тут рассверлено было, я не знаю, ну, то есть тюнинг какой-то, либо они такие есть, но вот никаких внешних признаков того, что здесь кобальтового нету. Да, рама черная, это вроде как тоже признак, ну, не знаю, может, ее покрасили. Сам диффузор крашен краской. Судя по всему, довольно толстым слоем, таким жестким. Это не очень хорошо, потому что, хотя, может быть, ну, лучше тушью красить, не знаю, как это скажется, утяжелело ли это подвес или что. Шайба центрирующая жесткая, как бы, как новенькая, ощущение, что ее вообще, наверное, меняли. Хотя здесь она тоже жесткая, здесь колонкам тоже 40 лет, этим, ну, почти 40. Вот так вот. А вот на этих динамичках амфетона, не видите, в каком состоянии, у них, к сожалению, шайба очень вялая, очень такая, как тряпочка. И я просто, когда менял подвесы в те годы, я еще даже не знал, что шайбу нужно менять. Вообще, говорят, шайба жесткая, это хорошо. Она делает бас более четким, когда шайба мягкая, а она здесь мягкая от провисания, потому что был подвес, ну, он сгнил, и они долгое время там стояли, как бы, он повисший был диффузор, и он давил, и, видимо, оттянул эту тряпку, и она стала, ну, шайбу, она стала слишком какая-то. На одном динамике, на втором нормально, на одном так себе. Хотя по звуку, честно говоря, ну, может быть, чуть угодит, ну, не знаю, но об этом я попозже расскажу, после сравнения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто одну колонку так и вторую так Надо было сразу так сравнивать Я что-то взялся в стерео там все это менять Но тем не менее, сейчас быстренько покажу В чем разница-то Сейчас играет Это Кобальталый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как-то так То ли то, что он краской покрыт толстым слоем То ли он размагничивается, Кобальт этот со временем Но ферритовый мощнее А чисто по качеству, ну я не знаю, мне кажется одинаково Субтитры сделал DimaTorzok